27 июля мы вспоминаем трагическую дату, день памяти детей, жертв войны в Донбассе. Детей, которые потеряли свое детство и юность, стали невинными жертвами вооруженных формирований Украины. Дата выбрана не случайно. 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок Град, погибла юная Кристина Жук с ее 10-месячной дочкой. Умирая, она прижимала к себе мертвую дочь и тихо шептала «Кира, Кирочка моя!». Ее назвали Горловской Мадонной. Фотография мамы с дочкой на руках облетела весь мир. В Донецкое Кровавое Воскресенье погибли 22 мирных жителя, из них четверо дети. В 2022 году был утвержден День памяти жертв войны в Донбассе. В этот день мы чтим память наших ангелов. Каждый из погибших маленьких жителей мог бы кем-то в этой жизни стать, реализовать свои мечты, сделать этот мир светлее. Мы должны сохранить память о детях, которые погибли во время военного конфликта на востоке Украины. Сегодня зажгите свечи, отпустите в небо белые воздушные шары или высадите белые розы в память о маленьких героях. Символом памяти могут стать бумажные кораблики, голуби и фонарики по числу безременно ушедших. За 10 лет от рук украинских преступников погибло 239 детей. Ранения получили 887. Что может быть страшнее смерти ребенка? Смерти бессмысленной и жестокой. Смерти от рук взрослых людей, призванных самой природой защищать, оберегать, любить, растить. В светлой памяти ангелов Донбасса объявляется минута молчания. Смерти от рук взрослых людей, призванных самой природой защищать. Смерти от рук взрослых людей, призванных самой природой защищать.